Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании Тикмилоса, и я Артур Идиатурин. Сегодня понедельник, начало новой недели, 7 июня, мы обсуждаем с вами американский доллар. Хотелось бы рассказать небольшую предысторию, которая у нас возникла в конце прошлой недели. Возможно, вы следили за экономическим календарем, так вот в четверг и пятницу у нас вышли ключи, и ключевые для американской экономики отчеты по рынку труда от агентства AEDP и официальный отчет Non-Farm Payrolls. В общем, хотелось бы пристально посмотреть на то, что происходило именно на рынке, каковы были рыночные реакции на выходы данных отчетов, потому что там много чего интересного открывается. В общем, смотрите, это у нас индекс доллара, мы рассматриваем прошлую неделю, и вот как раз-таки в четверг и в пятницу произошли вот таких два вот интересных скачка. Считается, да, то, что цена, особенно валютных пар, она имеет случайную природу, но вот когда происходят вот такие вот движения одним за другим, да, получается, ну, очень сложно не связывать их с конкретными событиями, и тут прям напрашивается связь с вот этими двумя важными отчетами. Давайте посмотрим, откуда у нас образовалась вот эта милая буква P. Обращаемся к экономическому календарю. В четверг, 3 июня рассматриваем отчет ADP, который нам показывает, что рост рабочих мест в США состоял почти 1 миллион человек. Почти что в полтора раза больше прогноза, получаем с вами вот такую вот интересную реакцию на отчете. Собственно, на следующий же день очень нехарактерная ситуация в отчетном фарм ПРОС, он не то, что выходит в соответствии с ADP, как это сейчас случается, он даже выходит вот ниже, чем прогноз 650 тысяч. Очень слабое значение, и происходит как раз-таки откат вот этих позиций, которые набирались, вот здесь набирались эти позиции, вот здесь происходит их откат. Прямо практически движение, амплитуда движения один к одному. В общем, нам это дает очень важную информацию, вот эти движения, что трудовая статистика, прогресс в занятости в США является прямым индикатором шансов на раннее ужесточение политики в ФРС. Вот тут у нас растет занятость, ну, по крайней мере, отчет ADP показывает, что хорошо растет занятость, растут ставки, растут шансы на раннее ужесточение политики ФРС, то, что они раньше начнут сокращать КУЕ. Тут же у нас выходит нонфарм ПРОС, который опровергает данные ADP и говорит о том, что нет, рабочие места растут не так быстро. Понятно, у ФРС появляется меньше желания, необходимости терапиться с ужесточением политики. Нужно больше простимулировать экономику, чтобы достичь более благоприятной ситуации в рабочих местах. Вот нужно иметь в виду, что вот эти вот сейчас экономические данные, которые у нас выходят одним за другим, они оказывают очень сильное влияние на американский доллар, потому что рынок, по сути, разбит на два лагеря. Одни считают, что вот на заседании 16 июня ФРС будет объявлять, будет давать намеки на то, что начнет у нас сокращать программу количественных смягчений, другие считают, что этого не будет. И, по сути, данные за май, прежде всего, это данные по рынку труда, они как раз-таки чашу весов, как мы видим, туда-сюда вот так склоняли на прошлой неделе. На этой неделе судьба дальнейшего снижения доллара, вот этого даун-тренда, который у нас есть, она будет зависеть от данных по инфляции. Я напомню, у нас в четверг выходит инфляция за май, инфляция в США. Значит, рост цен за май, он может вообще очень легко превысить прогноз. Это нужно понимать. Почему? Смотрите, у нас есть вот такой вот график, это у нас, собственно, инфляция в США, индекс потребительских цен. И вот можно заметить, что как раз-таки на период апрель-май у нас произошло вот это вот такое вот падение. Мы вот здесь пошли на дно. И как раз-таки это происходило тогда, когда пик локдаунах наблюдался в американской экономике, там все макроэкономические параметры страдали, в том числе и инфляция, и мы, собственно, вот ушли здесь на дно. Там были вот значения 0%-0,1%, ну вот рост инфляции. И, конечно же, когда у нас вот такая вот низкая база, когда мы так сильно падаем, расти относительно вот этого дна будет, конечно же, проще. Поэтому вот сейчас значение за апрель и за май, вот этот период апрель-май, он как раз-таки показывает годовой рост инфляции относительно вот этого дна. Конечно же, расти относительно дна намного легче, чем расти относительно, например, вот этого значения, поэтому мы видим сейчас вот такие вот высокие значения. Собственно, вот этот эффект низкой базы, это чисто техническая вещь. То есть тут нет на самом деле никакой там сильно реальной инфляции. Если мы, допустим, возьмем вот это значение инфляции, потом вот это значение инфляции, мы, получается, оценим вот эту инфляцию, получается, разделим ее на 2, там, получается, ну, значение будет как раз-таки где-то, ну вот 1,5%, годовое значение примерно, 1,5%, там 1,8%, вот что-то вот такое вот будет. Но не будет никаких 4%. Это как раз-таки все чисто технический момент. Это вот сильно упало относительно того, что сильно упало, если мы рассматриваем текущий период, конечно же, очень сильно выросло. Вот это вот нужно иметь в виду. И действительно, вот этот чисто технический момент очень хорошо был показан, отображен в рыночной реакции. Смотрите, у нас апрельский релиз инфляции в США, это у нас 12 мая. И вот здесь вот нужно заметить, что вроде бы произошел у нас вот такой вот скачок в индексе доллара. Он произошел у нас на том, что значение, как мы видим, инфляции в мае, консенсус у нас был 3,6%, актуально 4,2%. В общем, вроде бы положительный сюрприз. Мы видим сильное ускорение инфляции, но рыночная реакция на это событие, она оказалась совершенно недолгой. Вот вроде бы, да, скачок, да, увеличиваются шансы, ну, восприятие рынка, увеличиваются шансы на то, что ФРС начнет раньше сокращать КУЕ, чтобы подавить инфляцию очень высоко. Потом все понимают, что там эффект низкой базы, другие временные факторы, и доллар снова у нас уходит дальше вот в этот даун-тренд. Вот это вот нужно иметь в виду. Если мы видим здесь какое-то сильное значение за мае, вот в четверг, мы видим сильное значение, например, 5%, на мой взгляд, долгосрочного эффекта на рынке это не окажет. Они также смогут проглотить это, обработать как раз-таки, как это было вот здесь. Первоначальная реакция есть какая-то эмоциональная, а потом взвешенно мы дальше отправляемся уже с пониманием, что на самом деле там нет ничего экстраординарного в инфляции. Если будет, конечно же, значение выше 5 с лишним процентов, то, конечно же, будет понимание того, что там не только эффект низкой базы, там есть какие-то инфляционные вещи, которые могут и обеспокоить ФРС, которые, что возможно, ее склонят на раннее повышение ставок. Вот это нужно иметь в виду. У нас есть часть эффект низкой базы, который дает высокое значение инфляции, и есть часть реальной инфляции. Собственно, вот этот апрель-май период, ну, рынки будут так относиться к отчетам по инфляции, как раз-таки потому, что есть вот техническая. Дальше уже будет интереснее. Поэтому ориентируемся, собственно, на то, что да, какое-то будет сильное значение, но рынки это особо не удивит. И даже если в долларе какая-то будет реакция вот здесь вверх, она долго как бы не продержится. Все-таки мы вернемся в даун-тренд, на мой взгляд. Конечно же, следует рассмотреть и более маловероятную версию, это если у нас инфляция в четверг, она окажется ниже прогнозов, то есть если она будет ниже вот этого значения. Конечно же, нет, не вот этого, вот этого получая значение. Если будет ниже вот этого значения, будет, скажем, 4%, да, допустим, конечно, маловероятно такое ожидать, но вот предположим, будет 4%. Сразу же, сразу же, если даже у нас появляется вот такое вот значение инфляции, с учетом, что благоприятствует низкая база ускорения инфляции, значит, с инфляцией не очень все хорошо. И, конечно же, у ФРС сразу появляется аргумент дальше сдержать ставки на низком уровне, подумать, а не лучше ли намеки на сокращение КУЕ перенести на более дальний период. Потому что сейчас, как мы видим, инфляция, допустим, не оправдывает нон-фарм-прирост, не оправдывает раннего ужесточения. Поэтому, стоп, мы нажимаем кнопку паузы на все эти, на все это развитие, и поэтому держим стимулирующую политику чуть дольше. В таком случае, конечно же, мы видим по доллару дальнейшее движение вниз, он легко пробивает и вот этот, и вот этот канал поддержки, потому что все благоприятствует для того, чтобы ФРС держит ставки на низком уровне. Доллар у нас, естественно, снижается, потому что мягкая политика. А центральная банка, она ведет к обесценению национальной валюты в большем числе случаев. Вот это вот нужно иметь в виду. Конечно, маловероятный такой сценарий, где у нас инфляция не оправдывает прогнозы, но нужно понимать, если там будет значение ниже, то реакция доллара, ну, практически однозначно, на мой взгляд, практически однозначно будет вниз. Мы будем тестировать уровень поддержки здесь и вот здесь. Это все у нас на четверг. Также в четверг у нас, я напомню, у нас состоится заседание ЕЦБ, будет говорить босс этой организации Кристин Лагард. Конечно же, рынки хотят видеть больше определенности по времени, по срокам, когда ЕЦБ начнет сворачивать программу скупки активов, свою основную пандемическую программу скупки активов. Но, но, нужно понимать, что у ЕЦБ сейчас очень мало стимулов что-то менять, что-то делать. Достаточно посмотреть на доходность десятилетних казначейских облигаций. Мы видим, что они отступили от максимума, который у нас был примерно в середине мая. Снова они перешли в снижение. Это говорит нам о том, что беспокойство по поводу повышенных темпов инфляции в будущем, это беспокойство снизилось. Сейчас меньше тревоги в дальних бандах, что будет сильная инфляция. Поэтому спрос на них вырос, и поэтому доходность у них снизилась, собственно, этих бандах. Вот это вот нужно иметь в виду. Если у нас падают опасения об инфляции, то у Центрального банка меньше стимулов ужесточать монетарную политику, чтобы гасить какую-то инфляцию. Потому что нет у рынка сейчас беспокойства, что инфляция будет расти. Нужно сейчас им другие цели преследовать ЕЦБ. Там занятость повышать, стимулировать рост и так далее. Поэтому если беспокойства по поводу инфляции на рынке нет, пока что незачем переходить к каким-то намекам на ужесточение. По поводу ужесточения политики. Вот это вот нужно иметь в виду. Рынок сейчас не призывает ЕЦБ к каким-то поспешным действиям. Поэтому, скорее всего, ЕЦБ будет склонен у нас сфокусироваться на риторике, которая связана с подавлением курса. Евро, это, конечно, не в интересах сейчас, то, что происходит в европейской валюте. Вообще не в интересах ЕЦБ, потому что для поддержания местного экспорта локального им нужен как раз-таки слабый евро. А если рассматривать технически картину по евро-доллару, мы вот следующий свой момент видим. Вот эта трендовая линия, которая у нас идет с апреля, да, вот здесь, вот здесь мы отскакивали, потом вот здесь от нее, вот здесь мы удержали, вот здесь была первая попытка, удержали, но вот здесь мы все-таки ушли. Да, мы ушли вот этой ниже трендовой линии, вот эта фаза роста евро-доллара, она все, она пока поставлена на паузу. Мы здесь болтаемся в каком-то диапазоне, который у нас вот здесь вот формируется. Это вот уровень 1.21, 1.22,5. Мы в этом диапазоне пока болтаемся. На этой неделе каких-то очень сильных движений ожидать не приходит, если, конечно, мы не увидим какую-нибудь очень слабую инфляцию в США, вот как мы обсуждали, там 4%, вот что-то около вот этих значений. Если мы вот этого не увидим, какого-то очень сильного роста евро, там, пробоя вот этого диапазона, мы, скорее всего, не увидим, потому что данные это не будут поддерживать. Тем не менее, если мы... Если, собственно, ЕЦБ там, ну, не начинает что-то говорить по поводу резкого, ну, то, что курс евро завышен, если ничего такого не происходит, если у нас выходит умеренная инфляция по США в соответствии с прогнозом, то есть где-то 4,7%, ну, там плюс-минус, может быть, чуть выше, даже немного. Даже если мы увидим такие данные по инфляции, то, на мой взгляд, так как мы вот здесь отработали вот это дно, отскочили от него, здесь мы падали, получается, на ожиданиях, что non-farm payrolls подтвердит ADP, да, подтвердит усиление занятости в США, но это не произошло, и все, вот это все снижение, которое было, оно было исчерпано. Все, вот сейчас мы находимся вот здесь в некотором равновесии. И так как у нас в целом ФРС продолжает быть, ну, продолжает более медвежьи намеки давать по поводу монетарной политики, то, конечно же, склонность рынков продавать доллар, она сохраняется. Вот это вот нужно иметь в виду. И в данном случае сейчас появился очень серьезный аргумент, это слабые данные по рынку труда в США, но не такие хорошие, как хотелось бы видеть. Поэтому это был один из таких ключевых аргументов, да, для долларов, чтобы как-то укрепляться. Сейчас решили вот этого ключевого аргумента. Поэтому, на мой взгляд, евро-доллар будет склонен, все-таки пара евро-доллар будет склонна как-то двигаться выше, в сторону 1.22, может быть, чуть выше, находясь вот в этом диапазоне, как мы обсудили. Но в целом движение вниз, ну, на мой взгляд, оно не сможет быть устойчивым. Если мы спускаемся куда-то ниже, вот сюда, там, да, вот к нижней границе, то, на мой взгляд, это будет хороший уровень для каких-то покупок. Это вот то, что касается отчета по инфляции в США, который будет в четверг. Оно как раз-таки будет определять судьбу доллара. Еще раз, если мы видим слабые данные по инфляции, которые не достают прогнозов, то очень будет просто расти, конечно же, точнее, обессоединяться американскому доллару, расти оппонентам доллара. Если мы видим какую-то очень сильную инфляцию, там, 5 с лишним процентом, то, конечно же, беспокойство по поводу инфляции начинает расти в США, и доллар переходит в укрепление на ожиданиях того, что ФРС все-таки начнет раньше сворачивать в политику. Поэтому следим за отчетом по инфляции в США. Он имеет ключевое значение для американского доллара на этой неделе, потому что имеет прямое влияние на то, когда у нас ЦБ США начнет какие-то проводить изменения в монетарной политике. Это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете стать их под видео. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на новые выпуски, если вы хотите видеть новые обзоры, если вам понравился данный выпуск. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго. Торгуйте в продаже.